В воскресенье Израиль пережил тектонический сдвиг в политической сфере жизни. Теперь можно сказать, что эпоха Нетаньяху осталась позади. Кнесет избрал нового спикера еще до намеченного голосования по коалиционному правительству Микки Леви. С центристской партией Ешатид, возглавляемой архитектором новой парламентской коалиции Яиром Лапидом, сменит на этом посту Ярива Левина из партии Ликуд Бениамина Нетаньяху. На посту спикера 120-местного законодательного органа. Вслед за этим парламент утвердил новое правительство перемен во главе с националистом Нафтали Беннетом. Голосование прошло крайне нервно и шумно, поскольку однопартийцы Нетаньяху пытались сорвать голосование, яростно выкрикивая оскорбления в адрес оппонентов, и особенно досталось новому премьеру, которого в самом мягком виде называли лжецом. Тем не менее, голосование состоялось, и парламент проголосовал за доверие к его новой администрации хрупким большинством в 60-59 голосов. Впрочем, именно такой разрыв голосов и предполагался, так что именно в этом плане никаких неожиданностей не произошло. Тут надо отметить, что коалиция получилась действительно крайне хрупкая, поскольку объединила в своих рядах явных антагонистов, правых националистов и партии, представляющие арабское население Израиля. Но с другой стороны, монолит Нетаньяху тоже дал трещину и развалился. Возможно, если бы он отреагировал на падение личной популярности, вызванной все более частыми коррупционными скандалами, и передал бразды правления коалиции не в такие липкие руки, то шансы у старой коалиции, а значит и у партии Ликуд, были бы намного выше. Но в том-то и беда пересидевших лидеров, они врастают в кресло и не желают оттуда уходить, даже если это уже несет угрозу их собственной политической силе или стране, которой они поклялись служить. Так случилось и в этот раз. 12 лет правления оказались для Нетаньяху непреодолимым испытанием медными трубами, и дальнейшее его пребывание у власти только усугубляло бы этот неприятный процесс. Из того, как сложится его дальнейшая судьба и насколько тяжелыми окажутся последствия судебных разбирательств, станет понятно, насколько долго он пересидел свой срок. Тем временем президент США Джо Байден заявил о том, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены линии поддержания безопасности Израиля и будут работать с новым правительством не менее активно, чем с уходящим. И в своем приветственном обращении он сказал буквально следующее. «Я с нетерпением жду совместной работы с премьер-министром Беннетом для укрепления всех аспектов тесных и прочных отношений между нашими двумя странами. Израиль не имеет лучшего друга, чем Соединенные Штаты». В общем, сейчас очень сложно сказать, насколько это событие изменит жизнь Израиля к лучшему, но что можно сказать прямо сейчас, наверняка, это новая страница в истории страны и новые возможности. По крайней мере, страна имеет уже давнюю и вполне приличную историю смены власти, и потому те катастрофы, которые обещал уходящий Нетаньяху, вряд ли случатся, поскольку мудрости для того, чтобы это не произошло, там точно хватит. Ну и еще стоит заметить, что Нетаньяху, как и Трамп, не умеет достойно уходить со своего поста, и это в данной ситуации самое печальное.